День инвалидов 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 до 13-го судья наступного года. Вот этой акцией не только оказываем помощь и содействие в улучшении, скажу так, каких-то бытовых условий, психологическая какая-то поддержка. А плюс ко всему, на мой взгляд, это основное то, что мы показываем обществу, то, что у нас есть и эта категория людей. Просто судьба у них так сложилась. И однозначно сегодня я говорю о том, что наши люди уже к этим вопросам очень относятся по-доброму, по-нормальному и с сопереживанием к этой категории. На узброении ДАИ заявился мобильный аппаратно-программный комплекс контроля выполнения правил дорожного руха «Паркрайт». За первый день выкористания прибора колькость выявленных порушений узросла удвоя. Зараз техника працует в тестовом режиме на головных транспортных артериях областного центра. Прибор усталеванный на лобовом шкле службового автомобиля. Для его монтажу хапает усяго 5 хвилин. Транспортный рух аппаратно-программный комплекс фиксует на видео. Одночасово отбывается считывание номерных знаков и зверка их с усими иснуючими базами даденных. Информация об порушении передается аппаратце экипажу, который стоит у конца улицы. Усяго за первые 2 годины таким чином было проверено карля 400 автомобилей. При этом порушальниках и управленности безправников было выявлено в два раза больше, чем обычно. Фиксируют правонарушения, такие как проездно-запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и так далее. Кроме того, вне зависимости от выбранного режима фиксируются номерные знаки проезжающих автомобилей как в попутном, так и в встречном направлении. По дальнейшим аппаратно-программный комплекс плануется выкрыстовывать для фиксации порушения у правилов, припынку и стоянки автомобиля. Сегодня прошло выездное посаджение Президуума областного объединения Белорусский союз Жанчин. Проставницы самых разных свердейностей отправились в Добруш, чтобы проверить организацию працы Жанчин на предприемствах и оказать допомогу семьям, которые имеют в этом потребу. Сирот припынка – самая важная установа района. Фарфоровый завод, молочно-товарный комплекс, поликлиника и жаночий монастырь. Усюду великую увагу надавали охове здоровья, тому за сабливой цикавостью доследовали районную поликлинику. Тут працуев больше 600 Жанчин, и для каждой взрослой категории призначены свои гаранты. Починаючи от отримания жилья и организации вольного часу до материальной допомоги шмадетным семьям и одиноким мате. А кроме того, Жанчины могут скористаться платными послугами со специальной скидкой. А разностайности и популярность процедур тут немогчимо не отзначить. Ця род народных фаворитов – душарко. Когда начался отопительный сезон, я принимала эти 10 процедур, а потом еще перед весенними днями тоже будем заниматься этими процедурами, потому как надо держать форму. Не обыяковые до здоровья и на фарфоровой фабрице. А кроме физиотерапии, ингаляции дантиста, на предприемстве раз в месяц консультации проводят урачи, которые необходимы именно ВИТа Жанчинам. Дорогие, все послуги тут абсолютно бесплатные. Треба отзначить, что физично тяжкую работу або небеспечную для здоровья женщины не выконывают. При этом объем працы немаленький. Например, у самом творчем, малявничем цеху женщины в день расписывают як минимум 300 выработ. Белорусский союз женщин заинтересован в том, чтобы знать, бывать, видеть, анализировать, как же на местах оказывается медицинская помощь женщинам, как у нас охраняется детство. И вот сегодня то, что мы увидели на фарфоровом заводе, это, наверное, дорогого стоит. Союз Жанчин не покинул без уваги и домы, у которых выховываются неполнолетние за саблевостями физичного развития. У Международный день инвалидов активистки наведали семью, где мать выховывает дитя инвалида. Трехгадовая Вероница привезли самые розные подарунки и леки. Я даже не знала, что ко мне приедут. Спасибо большое, что поздравили. За подарки спасибо. Умацивание здоровья, клопот про семью, протягнение Жанчин у администрационный процесс основные задачи объединением. Удобруши с этими указаниями справляются годным. Але уже зараз на опошнем в этом году посажение Жанчины обмерковать корыстные для усяго региона распроцовки на наступный год. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» подвели выники працонного семестра 2015. У першиню за увесь час основания студотрадовского руху у делу им приняли амаль 21 тысяча человек. Летость, на приклад, у делу працонным семестры приняли только 16 тысяч молодых людей. 700 отрадов працавали на новобудовлях Гомельской области и у сельскохосподарчих предприемствах, оказывали сервисные послуги и выращали экологичные проблемы. А про то, один из отрадов находился на будовнестве Белорусской атомной станции. Середняя зарплата селета склала коля 3 миллионов рублей, хоть шмат для кого сродки были не самамытой. Под час урочистого подведения выника у працонного семестра подкресливается середоосновных задач студентских отрадов и дэлогичное и патриотичное выхование молоди. До речи коля 6 тысяч человек у гэтым годзе працавали бесплатно у складе волонтерских отрадов. Конкурс был один. Любой молодой человек оставлял свою заявку, где он себя видит, какую он хочет примерно заработную плату. Его вызывали, предлагали условия, которые трудоустройства. Он либо соглашался, либо ждал другого места. То есть любой желающий мог трудоустроиться. В Гомире пройшел областный форум студентских таллинтов «Зимовая веселка-2015». У делу им приняли команды восьми высшейших навучальных установ Гомирской области. Студенты ВНУ представили на суд журы свои оригинальные творческие программы, которые складались из танцевальных, вокальных, инструментальных и тетрализованных номеров. За ходом яркого видовичного шоу назирали наши корреспонденты. Областный форум студентских таллинтов «Зимовая веселка» собрал на одной сцене команды самых творчих, креативных, артистичных и активных студентов высшейших навучальных установ Гомирщины. Это лепшие спеваки, танцоры, актеры, выканавцы оригинальных жанров по выниках конкурсов «Анука, першокурсник». На то, как продемонстровать свои творчие здольности и таллинты, удельникам зимовой веселки на все про все дается 20 хвилин. Представить свою ВНУ треба неординарно, с особливым колоритом и разыночкой. Областный форум студентских таллинтов «Зимовая веселка» это заусюду яркое и видовищное шоу. Подчас его проведения на сцене разгортываются захопляльные, танцевальные, вокальные, инструментальные, театрализованные номеры. Тема селетних, студентских форм, молодь, богатцы нации. У своих оригинальных творчих программах студенты высшейших навучальных установ Гомельщины раскрыли ее Рознобакова. Розыгрыш жартовных ситуаций, связанных со студентским бытом и сессией, интерпретации вядомых российских телешоу и навод фантастичных замежных сериалов поджитёва университета Гомельщины и шмат инших текавых и нестандартных сценичных задумок было реализовано подчас зимовой весёлки 2015. Каждый, кто переступил этот порог, навсегда останется в истории нашего университета. И только вместе мы составляем большую картину под названием «Белгуд». «Белгуд» 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 Цару отголовных критериев оценки конкурсных выступлений у раскрытия сюжетной линии творчей программы умение удельника упоемнено триматься на сцене и продемонстрированы узровень них ваконавчика майстерства. Отрадно видеть нашу молодежь перспективную интересную креативную как мы обычно говорим с хорошей энергетикой с хорошим зарядом истинное наслаждение от этого не побоюсь сказать праздника. Обласный форум студентских талентов зимовая вясьолка гетет визитна картка Гомершины. У країни ямуняма аналогов а тому зараз розглядаются питания как вывести гетет масштабный и запотребованный молодзютворчий конкурс на республиканский узровень. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель. У картины галереи Гаурила Вашенки ярким колером и экспрессией нанесли соправдный удар по ширых снежинских буднях. Свой новый выставочный проект у культурной установе представил Гомельский мостак Александр Песецкий. На выбор житевого шляха у мостака поуплывали працы самобытного речицкого живописца Александра Исачова. Пося знайомства с его творчостью радженец Мазырской земли в 87-м годе приехал в Гомель. Первым кроком до признания было поступление в училище народных промыслов. Наступной приступкой стало Мастацкое училище. Уже в 90-м отбылась его первая персональная выстава. Зараз за плячим Александра уже не одна поспеховая экспозиция. Усего працы относятся до фавизма. У гэтым выставочным проекте проставлено каля 30 работ, які адлюстровують розные переды его творчасти. Меня прежде всего поражает то, что я вижу. Либо это закат, солнышко, либо это какое-то погодное настроение интересное, необычное. И стараюсь пропустить через сердце, через душу и стараюсь выразить уже свое настроение, то, которое я вижу. Например, если сосна, она может быть коричневатая, то она у меня может быть и синяя. И красная, и фиолетовый какой-то цвет появится, необычный. По словам Хаутера, такие эксперименты триматься может не зауседы. Працуючи у такой манеры, мастак постоянно рызыкуя. Часом свои творы приходится перераблять по некольки разов. Однако повторить уже сделанное практически немогчимо. Новины региона и информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте интернете. По адресе www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. Дякую за увагу. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова